Всех приветствую, шалом дорогие друзья. С вами я, Левиашир Харпатин, вас ждет свежая майса. В Люблине была очень большая ешива. Безусловно, они учили Тору, они молились, они выполняли заповеди Всевышнего. Но у них был рожь ешивы, Авраам Ешаягу его звали. И он давал задание. Каждый день ешивисты вечером отправлялись делать митцвы. Они помогали старикам по дому, они приносили кому-то продукты, кому-то помогали с урожаем. То есть они оказывали помощь старикам, евреям, в каких-то абсолютно бытовых вещах. И был там такой мальчик, его звали Шай, который выбрал себе одного человека, за которым он ухаживал. Но он это делал тайно, он никогда не показывал это, он старался все делать ночью, он скрывал это. То есть, чтобы это было максимально правильно и с достаточно большим уровнем святости. И так происходило каждую ночь. Он рубал дрова, он наводил порядок во дворе и оказывал такую помощь. И он начал замечать, что дедушка этот его видит. То, что дедушка видит. Он говорит, ну, видит и видит. Что я могу сделать? Все, видит. Хорошо. Пускай и видит. И дедушка начал выходить и говорить ему, спасибо тебе, спасибо тебе. Ешевист каждый день ему говорил, пожалуйста, говорите спасибо Всевышнему. Говорите спасибо Всевышнему. На что тот ему отвечал, ну, мне ж не Всевышний дрова носит. Чего это я ему должен говорить спасибо тебе? Спасибо. После этих слов Ешевист перестал. Это делать ему было обидно. И он не хотел, чтобы его имя как-то поднимали вверх вместо имени Всевышнего. И вот однажды этот дедушка заболел очень сильно. Ему было тяжело. У него начали отказывать ноги. И он до этого никогда не был в синагоге. И к нему пришли ешевисты. И в буквальном смысле слова его начали нести на руках в синагогу. Он говорил, что вы делаете? Что вы делаете? Он говорит, ему отвечают, на все более Всевышний. Он говорит, да при чем здесь Всевышний? Вы ж меня несете, объясните мне. У вас везде Всевышний? Они говорят, да, у нас везде. Они его занесли в синагогу и начали за него молиться. И потом занесли его домой, обратно. Прошла неделя, наступил праздник Симхастойра. И он полностью выздоровел. И тогда он пришел самостоятельно в синагогу. Перед всеми извинился и сказал, да, действительно. Все делает Всевышний, не вы. Вы только его руки. Поэтому давайте мы тоже будем настолько преданным Всевышнему, как эти ешевисты. И будем тоже правильно мыслить. И после каких-то наших действий принимать правильные решения, как этот дедушка. Браха ва целха. Всем хорошей недели.